доброе утро друзья здесь опять французы они опять что-то орут я не понимаю что они там делают перекличку что ли чарли бенга не хочет что ли он идти или что в общем я себе кое-какой не составила чтобы поехать в лидл сегодня поеду у меня закончилось молоко молоко я пью из лидла мне больше нравится ну как я его пью с молоко ой пойдем посмотрим с кофе вот что-то рута рут перекличка что ли непонятно люлю люлю не люлю в общем люблю не люблю надо купить говядину в общем список есть зубная паста который за который я уже три раза ездила и три раза ее забывала покупать сейчас внесла в список тоже это голова дырявая я вообще вы знаете у меня что случилось сегодня вчера когда мне позвонили клиенты и записано записаться на в общем я назначил на 10 а до этого в ту за дней за четыре ко мне еще одна клиентка тоже записывалась я глюда приходи в 10 короче меня сегодня все на 10 были трындец капец я приехал пораньше я не помнила совершенно и когда она объявилась у меня в дверях я на нее смотрю а мне такое было чувство знаете что кто-то должен прийти а запись то у меня нет я записываю на работе вот а звонили то не домой вчера я думаю тут вот у меня есть какой-то знаете был ну совершенно забыла когда я ее вижу мне там волосы длинные до попы густые в общем да и тут через 10 минут заходит ко мне клиент тот который был тоже записан на 10 а он женой на стрижку чарли донде стас чарли куда он улетел чарли и в общем он заходит тоже в день а я такая думаю блин я так вообще не люблю потому что я не сама не люблю ждать и людей стараюсь чтобы они не ждали но он тут живет недалеко мужчина вы знаете подождите полчасика мне более полчасика надо такая вот у меня у меня форс-мажор получился представляете ну ладно бывает мужчина не обиделся он это они иностранцы я вам говорила про них у него знаете азиатская даже не азиатская на китайца в общем он похож вот но он американец нет не он не американец он англичанин по моему с англии да вот а жена у него прям вот англичанка англичанка им под 70 лет может даже уже и больше вот но у них здесь они купили квартиру такой вот и живут здесь давным-давно и говорят вот в этом году это они всегда ездят ну как вы знаете европейские пенсионеры они ездят туда сюда отдыхать там захотели поехали к детям в англию захотели поехали там они в швейцарию ездили в общем везде ездили нравится природа летом они здесь не бывают потому что им жарко но этим летом они сидели здесь и они говорят мы за ну не хорошо говорят по-испански но можно знаете на базовых словах пообщаться вот жена у нее тоже со своими странностями потому что она приходит например волосы ей нужно стричь только сухой я всегда волосы лучше желательно стричь после мытья головы она нет только сухой и причем одну сторону покороче потому что у нее здесь вихрь но в общем знаете к ней надо приспособиться я приспособилась мне по барабану ей нравится замечательно вот и вот так вот у меня на одно на одно время все ко мне пришли трындец капец форс-мажор бывает а что делать едем в лидл тут у нас как обычно всего мне всего привезли какая-то доска смотрите вот так крутится что поставишь и вот это вот крутится прикольно столько маленькая какая-то а детская одежда очень много раз что такое а это пластик замуровывать так очарованная колдук тут всякие вещи есть у меня вот такая вот удобная кстати была штука но в этой квартире мне ее некуда вставить атаку смотрите сколько вмещается обуви класс вот это вот через насколько настой не пойму сколько стоит монос ливер из но тоже не монахли это вот телефон куда вставлять ну ладно есть куда вставлять леггинсы для йоги кстати неплохого качества они здесь стоит 5 евро представляете всего дешево и сердито это гриль 45 евро наши из это без нержавеющей стали там три штуки тоже удобно вроде как то все вот это последний почему 6 евро по 2 каш смотрите какая сковородочка малюсенькая для одного яйца так что я хотела в общем этом кое-что уже взял подучат список смотреть я хотела еще знаете здесь вот это можно есть это спаржа с креветками я вчера ой блин вчера рекламу увидела реклама двигатель торговли друзья товарищ алкоголик потому что он рядом с нами там живет пойти знаю что говорю тут вот есть такой отдел где и тема сбора то все дешевле скидки разные тут соломку помню в детстве обожала прям ням ням ну что то сейчас так вот просто посмотреть ай за молоком надо идти самое главное молоко вот сюда друзья полезла список список в телефоне а сейчас у меня вы в телефоне ну что это и Продолжение следует... Буду говядину тушить. Здесь у меня на небольшом количестве масла, прям вообще буквально чайная ложка масла, лук, перец, морковка. Я сейчас сюда добавлю сельдерей, куда же без сельдерея и томаты. Вот. И все это немножко сейчас тоже потушится. И потом добавлю эти шампиньоны. А кабачок я добавлю прям, когда уже мясо будет тушеное. Потому что... Хотя можно и кабачок туда... Нет. Вот. Обжарю. Потом я это все уберу отсюда и буду уже тушить. Немного вина добавлю. Говядину. Говядина наша всегда как бы жесткая, да? Поэтому надо вот как-то так делать. Красиво получается, правда? А на обед у меня будет мой суп. Ну, это как это... Классика. И вот, который... Варила вчера кашу такую вот. Добавила сюда сардины в банку в томате. И будет такой у меня обед сегодня. Всем приятного аппетита на десерт манго. Вытащила все овощи. Смотрите, какие они классные, красивые. И теперь обжарю немного мяса. Вот. Чтобы оно так схватилось. И потом добавлю вина и буду тушить долго-долго. А там у меня рис варится мужу. В общем, так вот. Все кипит, все ворчит. В общем, это громко сказано, что оно поджарилось. Но видите, сколько соков вышло из мяса. Сюда сейчас... А где же у меня... А, вот вино. Столовое. Чтобы оно мягкое мясо было. Добавлю. Вот. И будет именно счастье. Вот так вот. И на пару часиков оно будет у меня вот так плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. Чтобы стало мягкое мясо. Плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. Я не ревную тебя. Плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. А беды нет. Все. А мы идем отдыхать, смотреть сериал Осколки турецкий. Вот. У меня тут ног на ноге отломился. И больно цепляет. Поэтому надо его обкромсать. Ну да? Чтобы не цепляло. Думаю, что здесь фигня. Плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. Я не ревную тебя. Плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. Добавляю туда все овощи. Буквально, не знаю, все это вместе поженится. Наверное, добавлю немного водички. Чтобы как бы так пожиже чуть-чуть было. Вот. Соль, перец по вкусу. Я добавила лавровый лист уже туда. Вот, смотрите. Разные специи. В общем, это очень вкусно. Вот. И ничего не полезного здесь нет. Это говядина с овощами. Мне кажется, очень вкусно. Кстати, говядина варилась меньше часа. Посмотрите. Хорошая попалась. А то обычно покупишь как сапог. Вот. Я себе уже навела чай. У меня стевия закончилась. Ой, я вас испачкала. Придется не сладкое есть. Но ничего, скоро будет время 4 часа. У меня будет перекус. И я съем кусок своего обалденного тортика с кофе. Чашку кофею я себе бодрящего налью. Муж позвонил, сказал он у сестры. Ну, у сестры так у сестры. Иногда туда заходит. В общем, буду всю неделю есть говядину, потому что такая водя. И суп. Надо еще водички налить. И чуть-чуть посолить. Потому что овощи я вообще не солила. Ой. И все. И попивать чаек. Блин, ну где же простой карандаш? Сейчас придется пойти в китайский покупать. Где-то у меня был ведь он, а? А вот где? Это уже об этом история. У мамы. Просто мне по почте присылает хозяин парикмахерской отжаренда. По почте присылает разные счета. Там за свет, за воду. И вот нужно это все напечатать. Найти другие накладные. Ну, в общем, вылаки-то бумажные. Несладкий чай это все равно не то. Но никуда не денешься. Пойду искать карандаш. Ядрит, мадрит. Куда он делся? Правда, у меня был всего один карандаш. Но он мне нужен крайне редко. Где же он есть? У Чарли протест. Бамо? Нифига не Бамо. Чарли, бинго? Бинго, бамо? Вот так вот протестует. Он вот в этом месте всегда протестует. Вот так ложится и лежит. Ну, ничего, я все равно пойду, он меня догонит. Все, напротестовался. Со мной протестовать бесполезно. Ты понимаешь об этом или нет? Хоть опротестуйся. Да, здесь машин нет, поэтому можешь лежать там до возвращения. Тебе все понятно? Оге, тебе все понятно? С тобой разговариваю. Не убирай от меня глаза. Смотри мне в глаза. Вот. Слышишь, что говорю? Оге, что за протесты? Идем, гуляем на пляж. Все, как тебе нравится. Мамо? Все, как тебе нравится. Субтитры делал DimaTorzok Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Будет интересно. А еще у нас в это воскресенье в нашем городе, в Шалабрине, где я работаю. Этот город находится вот там. 12 километров от нашего города. Там будет тоже праздник Румерия. Это когда лошадиные повозки наряжают. В общем, такой типично андалузский праздник. Мы живем, кто не знает, в Андалусии. Это южная часть Испании. Она занимает большую часть, ну как, регион. Все регионы, вообще это самый большой регион в Испании. Вот. И вот там надеваются, надевают все свои платья. Вот это вот фламенку цыганские. В общем, поют песни, еда. У меня есть пару видео. Кто меня давно смотрит, видел эти. Что-то как-то не видно, что ли, не пойму. Солнце светит прямо в глаз. Ну, так как в этом году за нас все решает судьба, никаких праздников не будет. Я точно не знаю, сделают ли его. Ну, воскресенье-то понятно, что не рабочий день. Но обычно здесь, знаете, праздники переносят потом либо на понедельник, либо там еще какой-то день. Ну, в понедельник я тоже выходная. В общем, не знаю, будет ли он выходной или не будет. Мне, в принципе, по барабану. Ну, вот видите, когда вчера или позавчера даже услышала, что Каталуни отменила Кавальгата. Кавальгата, это 7 января, праздник королей. И вот короли, когда ездят по городу, разбрасывают конфеты. Вот, тоже, наверное, кто-то давно меня смотрит, видел, как это все. Вот в Каталунии уже этот праздник отменили. Представляете, в январе, а его уже отменили, этот праздник. То есть, походу, в следующем году не будет ни страстной недели Симана Санте опять в Испании, как и в этом году. В общем, а Испания без праздников, это не Испания вообще. Здесь праздник каждую неделю. А в этом году я уже забыла, когда какой-то праздник был или будет. Даже, знаете, в Каталунии там нельзя будет собираться родственникам, а ведь на Рождество. А Рождество в Испании это святое, это когда собираются все родственники. Вообще же они очень дружные испанцы, они всегда за семью, они всегда собираются с семьей, вот, на любые праздники. Вот к нам, например, на День королей, на следующий день, приходят все наши, ну не все, как бы скажем, дети мужа, вот, приходят за подарками, за всеми делами. В общем, дома Шунга, это единственный день, когда они все вместе приходят, вот. А вот в следующем году, наверное, никто уже не придет, потому что, да ну его нафиг. И вот в Каталунии отменили, сказали, что на Рождество не более шести человек. Представляете, в Испании семьи очень большие, просто можно сказать огромные. Если у кого-то там семья маленькая, то это, это скорее исключение из правил. Вот, и кто говорит обратное, я имею ввиду русских блогеров, это просто, наверное, они не общаются с испанскими семьями. Вот, потому что, кого я знаю, именно вот все так, все собираются. Причем на Рождество, знаете, у них как? Я много раз об этом тоже говорила. Есть, как бы, два праздника, Рождество и Новый год. Вот, и если, например, да, вот семья, у них есть дети, они, ну, допустим, дочка, да, дочка замужем. То есть на Рождество она идет к маме, а на Новый год дочка идет уже к семье мужа. Вот так вот все распределяют, ну, чтобы никому не обидно не было. А в Каталунии, ну, я думаю, что и у нас так же сделают, не более шести человек. То есть это вот семья, которая именно вот живет в одном квартире. В общем, как-то грустно становится от этого. Я думаю, что... Я думаю, я желаю, и чтобы скорее все это закончилось. Потому что потом, если чем дальше, тем вообще войдет, как бы, знаете, в норму. Привыкнем нахрен жить в одиночестве. Что тут творится? Какой-то хлам убираешь. Так что вот так вот. У нас, конечно, здесь что творится. Даже не у нас, а в Мадриде. В Мадриде там вообще 47, по-моему, этих, как это назвать-то, районов находятся на карантине. Потому что там, конечно, большинство зараженных. Я сегодня с клиенткой, у меня клиентка сегодня происходила. Это была... Это была... Это... Сестра нашего мэра. Нашего города. Я вот ее такая спросить думаю. Сейчас я у нее спрошу. Говорю, что там у тебя сестра говорит, сколько у нас тут зараженных. Она такая, да я сестру-то и не вижу. Она постоянно работает. Вот. Вчера, говорит, в 7 утра ушла. В 12 ночи пришла. Зато, говорит, с мамой гуляем. Она, говорит, всех знает. Ой, вот у этого сестра умерла от вируса. А эти вот лежали-лежали в больнице. Муж умер, она выжила. И мама говорит, что в нашем городе, в нашей деревне не так много. Это, ну, там редкий случай, что зараженных. Представляете, я говорю, ну, мама, они все знают. Вот так. Так что у нас еще... Ну, у нас, знаете как, у нас нет метро. Поэтому основное, основные заражения идут, где есть метро, общественный вид транспорта. А кто вот на машине индивидуально. У нас вот сейчас очень много постов полиции стоят. И именно проверяют, ездите ли в машине, в масках, все дела. Ну, это когда много народу. Если ты едешь одна, то ничего... Ну, тебе никто ничего не говорит, ничего не спрашивает. Вот. И редко кто пользуется автобусами. Поэтому у нас нормально пока. А вот где именно метро, где вот люди толпятся, то там, да, друг друга ходят, заражают. Ну, ничего не знаю. В общем, телек лучше не слушать. Я его не слушаю. Радио тоже не слушаю. Нормально. Прорвемся. Какие наши годы, правильно? Вот так вот рассказала вам немножечко. Поболтала. А то мне скучно идти, знаете. Я обычно включаю себе... В прошлый раз Комаровского включила. Шла всю дорогу слушала. А сейчас что-то нечего даже послушать. И вот решила с вами поболтать. Вот, дурак. Иду, говорю, телефон, где телефон? Сама же на него разговариваю. Ну, вообще, кукушка не кукует. Ну, что, друзья, я ставлю себе чай. У нас там соседский ребенок орет маленький. Вот. И буду с вами прощаться. До завтра. Завтра вечером пойду шататься. К бухгалтеру схожу. Вот. Ну, и так, пройдусь прогуляюсь. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам за комментарии. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.